Здарова! Как я и обещал, выкладываю третью часть с рассказом о расах вселенной Mortal Kombat. Сейчас речь пойдёт о големах, киборгах, симбиотах и прочих неведомых зверушках, которых Эд Бун на пару с Тобиасом и креативными ребятами из Warner Brothers сотворили столько, что их можно изучать в универе как отдельный предмет. А я, например, мог бы принимать экзамен. Ну погнали! Элементали, они же големы. Это существа, созданные с помощью магии с какой-то определённой целью – служить кому-то или что-то защищать. Элементали, как правило, создаются из природных элементов – вода, земля, огонь и так далее. Например, Тремор – элементаль земли, а Блейз – элементаль огня, и в них очевиден их природный элемент. Есть и более уникальные представители – Эрмак и Скарлетт. Они тоже элементали, созданные с помощью магии, соответственно, из душ и крови убитых аденийцев. Ещё в Mortal Kombat Mythologies мы видели богов огня и воды, а также ещё одного, первого в серии, элементали земли. Несмотря на то, что первые два зовутся богами, формально это тоже элементали, созданные, чтобы защищать амулет Шинака. Вампиры – существа из царства Ватернус. Они были захвачены Шаоканом, но единственный известный представитель Нитара смогла отделить своё царство от внешнего мира. Правда, ненадолго. Вампиры во вселенной Mortal Kombat – раса не раскрытая от слова совсем. Понятно, что они пьют кровь, у них есть крылья, но мы почти ничего не знаем про их мир и то, как там всё устроено. Надеюсь, что в будущем фильме, где должна появиться Нитара, мы узнаем о вампирах в Mortal Kombat чуть больше. Когда-то давно, во времена постклассики, разработчики планировали развивать тему вампиров в своей вселенной. Даже задумывался ещё один представитель этой расы – вампир мужского пола. Но теперь от него остался только рисунок. Может, оно и к лучшему. Ведь даже существующая Нитара толком ни разу не была раскрыта. Чего уж говорить о всей расе. Симбиоты – ещё одна раса существ, которые появились в новой хронологии. Как понятно из названия, эти существа живут в симбиозе. То есть взрослый представитель вместе с гораздо более молодым. Из этой расы мы знаем только Ферру и Тора. Благодаря им, нам известно, что у пары симбиотов существует особая связь, которая держится много лет, но в определённый момент связь между двумя симбиотами пропадает. У них это событие называется Великим Перерождением. Когда это происходит, молодой симбиот в течение нескольких лет проходит мучительный процесс взросления и превращается в огромного мускулистого монстра. А старый за это время предположительно умирает. На самом деле, настоящее название этой расы неизвестно. Их прозвали симбиотами как раз из-за того, что они живут парами, в которой один большой и сильный, а второй умнее, но ещё слишком мелкий. Таким образом, они дополняют друг друга. Исходя из диалогов персонажей, мы понимаем, что симбиотов существует совсем немного, и, возможно, они были созданы искусственно. Накнада. Раса шестируких существ, которые гребут этими руками всё, что могут унести. В настоящий момент неизвестно, почему они любят драгоценности, редкие вещи и прочие ништяки. Но очевидно, этим страдает не только коллектор, а вся раса Накнада. Сейчас эти существа живут во внешнем мире, но откуда они происходят, к сожалению, неизвестно. Они верны императору Шао Кану, а он, в свою очередь, лоялен к ним. Император использует некоторых Накнада в качестве сборщиков Дани, потому что очевидно, что ни одна блестящая драгоценная штука не избежит взора таких существ, как коллектор. Насколько я понял, рюкзак коллектора волшебный, почти бездонный, и он тащит туда абсолютно всё, что представляет хоть какую-то ценность. Его интересуют даже деньги земного царства, хотя фактически он не может их использовать во внешнем мире. Но ему надо. Видимо, просто элемент коллекционирования. Накнада не самые лучшие войны, но точно умеют драться. Это нужно не для выступлений на турнирах, а скорее, чтобы защищаться и убивать представителей других рас, а после продавать их как трофеи и еду. Ну а что? Бизнес есть бизнес, а если кто-то во внешнем мире любит жрать людей, значит кто-то должен их продавать. Между делом этим занимается единственный известный нам представитель, коллектор. Во вселенной Mortal Kombat существуют драконы. И не только в качестве логотипа. Нам известны драконы Орин и Каро, которые в Mortal Kombat Ermageddon охраняли спящих братьев Тейвина и Дейгана. Точнее, ждали сигнала, чтобы пробудить их. Орин и Каро выглядят как монструозные существа, значительно превосходящие по размерам людей, что в общем-то логично. Но в то же время есть и более значимый персонаж серии – король драконов Анага. Но он выглядит совсем не так, как вышеупомянутые. Конечно, в нем тоже есть черты рептилии, но Анага все же сильно отличается от привычного представления драконов. Также в концовке Саб-Зиро из 10 части мы видели ледяных драконов. А значит, можно предположить, что раньше во вселенной было гораздо больше видов этих существ, но теперь они считаются расой на грани вымирания, а то и вовсе вымершей. Ну и наконец, самая важная раса во вселенной – люди. Земляне не такие яростные, как Таркатаны, не такие долгожители, как Эденийцы, но тем не менее, люди, можно сказать, универсальная раса со множеством возможностей. Например, Шан Цун. Изначально обычный человек, которого Шао Кан обучал магии во внешнем мире, а теперь мы знаем его как одного из самых могущественных колдунов во вселенной, если не самого могущественного. В основном люди используют технологии и боевые искусства, но в них есть явная предрасположенность к различной магии. Те же Лю Кен, Кай и Кун Лао имеют сверхчеловеческие способности, хотя не являются потомками какой-то древней расы богов или чего-то в этом роде. Новая хронология рассказала про жизненную силу земного царства, Джинсей, и возможно, те, кто чувствует эту силу или имеет с ней связь, при должном умении могут получить и развивать сверхспособности. Что касается технологий, даже киборги формально это люди. Понятно, что человеческого в них уже немного, но именно на основе людей был создан отдельный вид существ во вселенной. Хотя мне давно хочется посмотреть на киборга, созданного из Шакана или Заурианина, например. Также известны случаи превращения людей в зомби, опять же отдельный вид существ. Самый известный случай это, конечно, зомби Лю Кен, которого после смерти воскресил Рейден. Суть в том, что зомби, не имея души и формально, это просто ожившее разлагающееся тело. Помимо Лю Кена, мы видели множество зомби в Mortal Kombat Deception, в Конквесте. Там это люди, наказанные вечно скитаться по пустошам преисподней. Еще мы видели зомби в Конквесте Армагеддона, точнее целый клан зомби, воскресшие Ширай Рю. Там был заплет в том, что боги пообещали Скорпиону вернуть к жизни его клан, но обещания сдержали не полностью, и Ширай Рю вернулись в виде зомби. Из-за этого Скорпион пошел войной на богов, но это отдельная история. Ну вот как-то так. Люди крутые, могут быть волшебниками, киборгами, призраками, шаманами, телепатами и вообще почти кем угодно. Вы, наверное, думаете, а где шаканы и кентавры? Действительно, я не стал о них рассказывать, потому что в историях Кентара, Гора и Мотаро я уже и так все рассказал. Добавить почти нечего. Поэтому, если интересно, гляньте эти видосы. Кстати, еще хочу упомянуть, что есть персонажи, раса которых неизвестно. Например, Шао Кан. Вокруг его принадлежности много теорий, но ни одна из них еще не подтвердилась в играх серии. Не знаю, как вы, но я все-таки склоняюсь, что он внешний мирец. Хотя вообще, кем бы он ни был, жаль, что он не может зайти ко мне в группу ВК. А вы можете, и я на вас очень надеюсь. Именно там я проведу опрос на тему следующего выпуска по лору Mortal Kombat. А до тех пор можете глянуть альбомы с артами. Они просто невероятны, кстати. Еще залетайте в общий чат и кидайте интересные штуки в предложку. Не надо стесняться и жадничать. Мы же с вами не на Кнадо. Ссылка в описании. А я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok